Привет, друзья! Меня зовут Егоров Артём, и мы продолжаем курс программирования на языке Python. Сегодня мы с вами познакомимся с новым, но очень важным и для новичков сложным объектом. Он называется словарь. По-английски это звучит как dictionary, а в питоне взяли сокращение, поэтому он называется dict. И, соответственно, сегодняшняя моя задача – познакомить вас с этим объектом. То есть рассказать, что он из себя представляет, как его создавать, обрабатывать и какие операции и методы он поддерживает. Обо всем этом мы по порядку с вами поговорим, но начнем наш разговор с определения. Словарь – это неупорядоченная коллекция произвольных объектов с доступом по ключу. Что такое ключ и как осуществлять доступ по нему, мы поговорим позднее. Здесь же сперва стоит отметить, что словарь также называют ассоциативным массивом. Но так как массива в питоне нет, то есть по-другому можно сказать ассоциативным списком. Давайте поясню, о чем здесь идет речь. Мы рассмотрим обычный список. В нем содержатся три элемента. Каждый элемент является названием города. Мы с вами знаем, что элементы в списке пронумерованы. Нумерация начинается с нуля и далее по порядку. То есть тем самым в списке происходит ассоциация. То есть у нас число 0 ассоциируется с городом Москва. Цифра 1 с Питером и цифра 2 с Пензой. И эту ассоциацию список сделал за нас. То есть он сам пронумеровал эти элементы, и мы никак не влияли на эти значения. Ну а что, если мы хотим с вами, например, скажем, город Москва ассоциировать с каким-либо другим значением? К примеру, у каждого города есть свой телефонный код. У Москвы код города является 495. У Питера это 812. А у Пенза это 8412. И данные соответствия можно по-другому назвать ассоциацией. То есть мы хотим связать термин Москва со его кодом города. Соответственно, Питер со своим кодом города. И для создания таких ассоциаций в Питоне так раз и существует объект под названием словарь. Чтобы его создать, вы должны будете открыть фигурные скобки. И здесь вы через запятую должны указывать пары. Первым элементом пары называется ключ. И через двоеточие вы должны будете указывать его значение. И каждая такая пара будет являться одним элементом словаря. Давайте я это закомментирую. Ну и значит мы просто можем это скопировать. Вставляем. И не забывайте, что между ключом и значением должно располагаться двоеточие. Для быстрого редактирования зажмите Alt. Выберите места, которые вы хотите отредактировать. То есть нам три строчки здесь нужно. Удаляем одновременно и ставим двоеточие. Запятые у нас уже проставлены. И вот на этом все. Создание словаря у нас закончено. И давайте выведем его. Прежде чем запустить, нужно закомментировать эти три строчки. Запускаем. И вот видим результат. Это был первый способ создать словарь. Давайте я удалю эти строчки. И рассмотрим второй способ. Для этого нам понадобится с вами функция dict. Внутри нее мы с вами пишем ключ. И присваиваем ему значение. Соответственно это будет 4.95. Через запятую далее пишем следующий ключ. И также присваиваем ему свое значение. И осталось нам записать пенза. И обратите внимание, что значение ключей я пишу без кавычек. То есть функция dict автоматически все эти слова преобразует к строке. Давайте в этом убедимся. То есть я вывел переменную r, которая создавалась при помощи вот такой строчки. Но такой способ создания словаря используется только в том случае, когда в качестве ключей у вас используются именно строковые типы. То есть если я попробую сюда записать числа, вот у нас уже подчеркивается красным. И выдает вот такую ошибку. Давайте верну как было. И при помощи функции dict есть еще один способ создания словаря. Для этого нам понадобится с вами сделать вложенный список. Каждый такой вложенный элемент должен состоять из двух значений. Первое, то есть Москва, является ключом, а второе должно являться значением ключа. То есть для Москвы это 4.95. Здесь 812 и для Пенза 8412. Здесь давайте создадим новую переменную. Вызываем функцию dict и передаем ей этот список a. И затем выведем эту переменную t. Запускаем и видим такой же аналогичный результат. И давайте разберем еще один способ создания словаря. В переменной q мы запишем следующее. У dict есть метод fromCase. Ему вы можете передать список, в котором содержатся ваши ключи. Допустим, буква a, b, c. И в принципе можно больше ничего не передавать. Давайте выведем эту переменную, чтобы посмотреть, что там получилось. Получается, этот метод fromCase каждый элемент нашего списка превращает в ключ. И автоматически присваивает значение этого ключа во значение none. Но он обозначает непредельно. Но если вы после этого списка через запятую укажете какое-либо значение по умолчанию, допустим 100, то каждому ключу будет присвоено такое значение. То есть этот метод создания словаря используется тогда, когда вы хотите проинциализировать ваши ключи к каким-то определенным значениям. Также стоит отметить, что пустой словарь можно создать путем написания пустых фигурных скобок. Давайте в этом убедимся. Также выведем тип этой переменной. Вот так выводится пустой словарь. И видим, что эта переменная правда и является словарем. И второй способ создания пустого словаря – это вызвать функцию dict с пустым параметром. Результат получится аналогичный. По себе могу сказать, что чаще всего вы будете сталкиваться вот с таким созданием словарей, либо с пустым созданием словаря таким вот способом. То есть остальные способы давайте я просто-напросто удалю. И список A нам больше не понадобится. Здесь выведем словарь D. Теперь давайте с вами поговорим о ключах и значениях. То есть какими типами данных они бывают. Мы уже с вами видим, что ключом может быть строка. Также ключом может быть и число. Значениями могут быть в принципе любые типы. То есть мы можем единички, например, ассоциировать его английское значение. То есть слово one. Единички, соответственно, будет ассоциироваться слово two. И тройка – это three. Давайте запустим и проверим. Также значениями могут быть вообще произвольные типы. То есть здесь может быть число, здесь может быть список вложенный. И вам нужно запомнить единственное ограничение. Оно накладывается на ключи. Ключом не может быть изменяемый тип объекта. К изменяемым типам объекта относится список. То есть если вы попробуете создать такой словарь, мы получим с вами ошибку unhashable type. Жалуются он, правда, на другую строчку, но это связано с тем, что в качестве ключа вы указали изменяемый тип. Соответственно, чаще всего в значении ключей вы будете встречать либо цифры, либо строки. И, кстати, все эти рассмотренные примеры вы можете также найти на моем сайте. Ссылку на него я оставлю в описании. На этот сайт я размещаю каждое выложенное видео по питону. И внутри видео вы можете найти примеры кода и задания для самостоятельного разбора. Ну а мы продолжаем. Следующее, что вы должны знать, это то, что к значениям словаря можно обращаться. И обращение происходит не по индексу, а по ключу. К примеру, у нас в словаре d имеется ключ hello. Значит, мы в квадратных скобках указываем значение этого ключа. Давайте запустим и увидим результат. Также у нас имеется с вами ключ 1. Обращу внимание, 1 это не индекс, а значение ключа. У этого ключа значение 45. Если мы обратимся к ключу 3, то получим вложенный список. Если же обратимся к ключу 0, то есть такого ключа в нашем списке d нет, мы получим с вами ошибку ключа. И вот нам указывается здесь, в какой строчке мы так раз и получили эту ошибку. Давайте вернем наш словарик, где хранились цифры и их переводы. И видим, что в этом списке у нас 3 ключа. То есть мы можем обратиться к третьему ключу и получим его перевод. Теперь возникает вопрос, как можно значение добавить в словарь. Делается это при помощи присвоения значения ключу. То есть в данном случае, если я обращаюсь к четвертому ключу, то получаю ошибку. Но если я запишу в него значение, то как с переменами у нас получается создаться новый ключ. То есть вот ошибки нет, и теперь мы можем обращаться к четвертому ключу. И в принципе давайте выводить целиком наш словарь. Вот мы видим, что у нас создалась четверка. То есть еще раз, чтобы создать новую пару, вы значит несуществующему ключу присваиваете новое значение. Но если мы с вами будем обращаться к ключу, который у нас существует, и присваивать в него новое значение, то мы изменим значение ключа. Давайте проверим. До присвоения на 11 строчке у нас хранилось английское слово в ключе 3, а после этого хранилось уже русское. Значит, словарь относится к изменяемым объектам. То есть в любой момент вы можете изменить значение ключа. Итак, давайте удалим вот эти строчки и с вами разберем такой пример. Допустим, у нас с вами есть вот такая строка. В ней содержится фамилия, имя, город, СГУ, это у нас пусть будет Самарский государственный университет, я думаю такой есть, и это оценки нашего студента. И нам с вами необходимо этими значениями заполнить наш словарь B. А лучше давайте даже его назовем person, то есть человек. Соответственно, мы с вами эту строку можем методом split разбить по пробелам. Давайте посмотрим, что у нас получится. Здесь мы выведем S. Этот словарь нам не нужен, мы его закомментируем. Вот у нас получается такой список. В этом списке на нулевом месте у нас находится фамилия. Значит, мы в person создаем ключ lastName. И туда сохраняем значение, которое лежит в нашем списке S под нулевым индексом. Давайте теперь уже выводить наш словарь person. Запускаем и видим, что у нас создался один ключ. Затем давайте скопируем. На следующей строчке мы, получается, создаем firstName. И это значение, которое лежит на первом месте нашего списка. Давайте проверим. Все правильно. City лежит на втором месте. University, соответственно, на третьем месте. А значения с четвертого и по конец у нас будут с вами оценками. Они должны быть у нас целыми числами. Но если мы выведем наш список S, мы с вами увидим, что там лежат строки. Каждую такую строку мы с вами, конечно же, должны преобразовать к целому значению. Как мы можем здесь поступить? Давайте с вами создадим ключ, который назовем marks, то есть оценки. И там будет лежать у нас пока что пустой список. Значит, мы пробегаемся с вами по всем элементам нашей строки S, начиная только с четвертого значения. И до конца. Давайте с вами убедимся, что это наши оценки. Вот они выводятся. И, значит, вместо их вывода давайте получается person.marks, то есть наш пустой список, добавлять, значит, мы можем воспользоваться методом append, наши оценки. То есть это переменная i. Но не забывайте, она у нас сейчас является строкой, а мы должны добавлять целые числа. И вот теперь, запуская эту программу, мы с вами видим такой вот словарь. То есть получается, из изначальной строки мы с вами выделили все данные и занесли их в наш словарик по соответствующим ключам. Так сказать, такой мини-парсинг сделали. Итак, давайте удалим строчки этого примера. Вновь вернем наш словарь d, выведем его значение и рассмотрим, как можно с вами удалить один элемент из словаря. Для этого вы должны воспользоваться функцией del. После этого вы должны написать имя вашего словаря и указать, какой ключ вы хотите удалить. То есть в нашем случае мы указываем d, и давайте удалим, скажем, ключ 1. И после удаления вновь посмотрим на наш словарь. И вот видим результат. То есть вы могли с таким же успехом любой другой ключ удалить. Скажем, третий. Но если вы попробуете удалить ключ, которого у вас нет в словаре, вы получите ошибку. Так что операцию удаления нужно делать аккуратнее. Теперь давайте рассмотрим, какие функции поддерживают в словаре. Так как словарь является коллекцией, вы спокойно можете найти его длину. Для этого используется функция ln. Она подсчитывает, сколько у вас имеется пар ключ-значения в вашем словаре. Если мы с вами добавим еще один ключ, то длина, соответственно, у нас изменится на 4. Затем функции in вы можете проверить, имеется ли у вас какой-либо ключ или нет. К примеру, есть ли у нас ключ 1 в нашем словаре. Это верно. Давайте проверим, есть ли у нас пятерка в ключах этого словаря. Ее, конечно же, там нет. Также вы можете менять значение этой проверки на противоположные при помощи союза нот. И мы с вами помним, что если мы будем обращаться к ключу, которого у нас нет, то получим ошибку. И, следовательно, чтобы избежать этой ошибки, желательно вначале проверить наличие этого ключа. То есть если у нас пятерка есть в нашем словаре d, то мы к ней обращаемся. Но в противном случае неплохо было бы ее создать. Значит, мы обращаемся к ключу 5 и говорим, что это будет переводиться как 5. И давайте после этого выведем с вами наш словарь. Вот видим, что пятерка у нас создалась, никаких ошибок не было. Если проверим на четверку, четверка у нас уже имелась, поэтому она не создалась. Следующее. Так как словарь является коллекцией, значит элементы любой коллекции можно обходить в цикле for. Давайте посмотрим, что у нас будет присваиваться в переменную i. И мы видим, что в i присваивается именно значение ключа. Но при помощи ключа мы можем обратиться и к элементу этого ключа. Для этого мы здесь пишем название нашего словаря и в квадратных скобках указываем значение ключа. И давайте даже я переменую i, более понятное название переменую, то есть ключ. Значит мы здесь выводим ключ и обращаемся тоже по ключу. И вот тем самым мы выведем все наши пары. Сперва ключ, потом значение. Цикл for я сейчас пока что закомментирую, он нам понадобится еще. А теперь давайте поговорим о том, какие методы существуют у словарей. Первый метод называется clear. Соответственно он очищает целиком весь словарь. Вот мы видим, что в итоге получаем пустой словарь. Следующий очень полезный метод называется get. Соответственно переводится как получить. Он принимает должное значение ключа. К примеру, давайте передадим ключ 1. Соответственно метод get получит его значение. И вот мы видим результат. Если мы будем получать ключа, которого нет, то по умолчанию get вернет значение non. Но это поведение вы можете изменить, если передадите второй необязательный параметр. Например, строку no such key. Давайте запустим и вот получаем результат. То есть get обращается к словарю и пытается найти ключ, который вы передали. Если он его не находит, то возвращается то значение, которое мы здесь укажем по умолчанию. В случае, если же мы находим такой ключ, как например со значением 4, то вернется значение этого ключа. Здесь вы можете передавать в принципе любой объект, какой хотите. То есть вы можете передать значение 100. Или какой-то список. С этим методом мы еще в дальнейшем столкнемся. А теперь разберем еще один очень похожий метод. Называется setDefault. То есть он принимает также одно обязательное значение. Ключ. Давайте передадим значение ключа, который у нас есть. Допустим 4. Тогда он нам вернет это значение. Но если передать ему значение ключа 6, соответственно вернется значение non. Давайте выведем с вами после этого наш словарь. И мы с вами видим, что при попытке обратиться к ключу, который у нас не существует, метод setDefault нам создает этот ключ с значением non. То есть его можно вызывать в принципе и без принта. Давайте заменим на другое значение ключа. И вот видим, что у нас создалась семерка с этим значением. Но через запятую вы можете передать значение, которое вы хотите присвоить ключу, которого нет. То есть смотрите, теперь у нас семерка создается именно с этим значением. То есть setDefault по сути метод, который может создать вам новую пару. Но здесь не забывайте, если вы обращаетесь к ключу, который есть, соответственно ничего происходить не будет. То есть если бы у нас здесь был принт, у нас просто вывелось бы значение ключа под номером 2. То есть в отличие от метода get, setDefault не только может получить значение ключа, но и также создать новую пару ключ-значения. Следующий метод называется pop. Ему нужно передать значение ключа. Давайте, например, передадим 3. Следовательно, этот метод вернет вам значение, которое находится под третьим ключом, но при этом само значение будет удалено из словаря. Как видите, здесь словарь уменьшился на одно значение. Соответственно, если мы с вами удалим двойку, наш словарь станет уже из двух элементов. Вызывать метод pop без параметра вы не можете. В таком случае получите ошибку. Если передадите значение ключа, которое у нас не существует, получите также ошибку, но уже другого типа. То есть с этим методом будьте аккуратны. И поэтому, прежде чем удалять, лучше проверить, есть ли такой ключ в нашем словаре или нет. Далее, очень похожий метод называется pop item. В отличие от pop, он не принимает никаких параметров и удаляет случайные значения из вашего словаря. При этом возвращается, как вы видите, сама пара. То есть и ключ, и значение. Удаляется случайная пара, потому что сам словарь представляет собой неупорядочную последовательность. То есть здесь элементы располагаются в хаотичном порядке. Хоть и выводятся они в том порядке, в котором мы эти значения объявляли. Давайте попробуем еще раз вызвать этот метод и посмотрим, что он удалит во второй раз. Видим тройку. Здесь при попытке удалить элемент из пустого словаря вы получите ошибку. То есть смотрите, у нас получилось удалить с вами 4 раза, но далее нам выдается исключение, в котором говорится, что словарь стал пустым. Итак, значит, к функции del, которая удалял элемент, у нас добавляются еще два метода. Это popItem и pop. И нам осталось рассмотреть три метода. При помощи первого метода мы с вами можем получить значение всех ключей нашего словаря. Данный метод называется case. И возвращает он объект типа digcase. Давайте я раскомментирую наш цикл for. И напоминаю, мы здесь проходили по ключам. Следовательно, здесь не было написано, но подразумевалось следующее. То есть мы обходили именно результат этого метода. Затем при помощи метода values вы можете вернуть все значения вашего словаря. То есть без ключей. И, соответственно, в цикле for вы можете пройти уже по значениям. Здесь вы напишите values. Вот это место нам придется тогда с вами удалить. И здесь, соответственно, перемены не ключи, а value. И есть еще один метод, который называется items. Давайте сперва посмотрим, что он делает. Он возвращает коллекцию, в которой содержатся все пары. Ключ значения. И, следовательно, в цикле for вы также можете обойти это все при помощи метода items. Тогда здесь я переименую нашу переменную пару. И выводим мы пару. Мы видим, что в каждой паре у нас имеется два значения. Собой они представляют кортежи. Мы с вами еще с ними не разбирались. Но принцип их индексирования такой же, как и у списков. И мы здесь можем обратиться к нулевому элементу пары. Тогда мы выведем с вами ключи. Давайте через апятую выведем первый элемент пары. Там будет значение. Или вообще вы можете сделать вот таким образом. Давайте напомню в консоли. В питоне существует множественное присвоение. На примере списка. То есть, если у вас есть две переменные, и список состоит из двух значений, вы можете одновременно присвоить в эти переменные два значения. И, следовательно, здесь мы из items будем получать целиком пару. Значит, мы можем создать переменные key и value. В key пойдет первое значение, соответственно, ключ. В value пойдет значение. Так раз то, что нам и нужно. И при таком варианте у нас сразу идет обращение и к ключу, и к значению. Что очень удобно. Это был последний метод словаря, о котором я хотел вам поведать. На следующем занятии мы рассмотрим практические примеры, где применяются словари. И, соответственно, разберем задачи на каждый такой пример. Ну, а сейчас наше занятие подошло к концу. Если у вас остались какие-либо вопросы, я жду их в комментариях. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!